Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про оценку качества товаров и услуг. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложение, наш телефон прямой линии работает, как всегда, 508-86-84. Звоните, мы стараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители Общественной палаты Одинцовского района и Московской области Виталий Олегович Шибко. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Олегович – заместитель председателя комиссии, который занимается промышленностью, инновациями, экономическим развитием, предпринимательством и инвестициями. А также Сергей Александрович Чухов. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Александрович – член Общественной палаты Московской области, член объединения потребителей России, руководитель проекта «Контроль качества». Ну что же, благодарю, что вы к нам сегодня приехали, вопрос, конечно, контроля качества продуктов, услуг, он у нас не приходящий, потому что все мы пользуемся, разумеется, магазинами и сетевыми и так далее, и везде нас, как кажется, кто-то пытается как-то объегорить, это касается и просроченных товаров, и цен, и многого-многого другого. Если можно, давайте вот небольшую, сперва, в целом оценку ситуации, насколько вообще с качеством услуг и товаров в Одинцовском районе и вообще в Московской области, в регионе обстоят дела? Давайте, я тогда отвечу на ваш вопрос. С каждым днем все лучше и лучше, скажу так. Наши активисты и волонтеры ведут свою бурную деятельность, каждый магазин знает, что к нему в любой момент могут прийти и потребовать выполнения законодательства Российской Федерации. То есть мы ходим в магазины достаточно часто, поэтому нас опасаются. То есть вы связываете эту динамику улучшения ситуации именно с деятельностью общественников, я правильно понимаю? В том числе, да. Ну и закон сейчас все строже и строже к нарушителям. А общественники, их тоже с каждым днем все больше и больше, на территории Одинцовского района и вообще Московской области открываются все новые и новые некоммерческие организации, создаются новые движения, объединения общественные, объединения граждан также. Вы сказали об ужесточении закона. Можно какие-то примеры? И что именно вы имеете в виду? За какие проступки, за какие нарушения действительно местная администрация, допустим, сетевого магазина, владельцы этого сетевика могут действительно поплатиться чем-то серьезным? Ну, по сетевым магазинам все пока, к сожалению, не так строго. И вообще по продуктам питания все не так строго, как хотелось бы нам, общественникам. Потому что мы, ну и проверяющие органы, стоим на страже здоровья граждан. Ужесточается сейчас законодательство по части алкоголя. Относительно недавно ввели систему EGAIS, с помощью которой можно проследить по данной бутылке, откуда она пришла, где она была произведена. Не просто информация на товаре, а жесткий контроль на каждой, каждой, каждой ступени. От производства до продажи. Соответственно, достаточно легко отследить контрафактную продукцию. Да, безусловно. Ну, в данном случае, я понимаю, речь идет о людях, которые все-таки находятся на определенном уже уровне интеллектуального развития и так далее, которые, соответственно, могут, допустим, смартфонами, я так понимаю, воспользоваться для фиксации этой ситуации и так далее. А люди, которые все-таки, ну, чаще, скажем, попадают под негативное воздействие паленой, контрафактной, допустим, водки. То есть люди, которые, ну, не будем там прям уж ходить вокруг да около, которые за мерзавчиками по утрам бегают и так далее, у которых там с утра выпил, весь день свободен. Вот, тем не менее, они же все еще наши граждане. Я думаю, они едва ли будут беспокоиться за тем, чтобы там фотофиксацию какую-то проводить, проверять и так далее. Вот в отношении этих граждан, как-то их права защищаются со стороны общественных граждан? Ну, они могут быть, по крайней мере, уверены, если им выдают чек с QR-кодом так называемым, что данный товар легален, что качество товара соответствует всем нормам и требованиям закона. Вы сказали, что проводите некоторые выезды, рейды и так далее. А кто в них участвует? Какие, это, по-моему, правоохранительные службы, правильно? Ну, зачастую мы без предупреждения, без участия правоохранительных органов проводим свои мероприятия. Но иногда приходится привлекать и правоохранителей по той причине, что в некоторые магазины и торговые точки просто небезопасно нам уже ходить, потому что мы там не первый раз туда приходим. И, соответственно, если в первый раз нас приняли не очень дружелюбно, то мы пытаемся задействовать и правоохранителей в том числе. Ну, вот, допустим, недавно проводился рейд совместный Общественной палаты Одинцовского района с представителями Общественной палаты, я так понимаю, Московской области. В том числе, да. В том числе, да, по выявлению незаконной продажи алкоголя. В том числе, было выявлено достаточно большое количество спиртных, спиртосодержащих продуктов, значит, в одном из караокебаров. Это мы делаем на регулярной основе. Соответственно, проводим эти рейды и совместно с органами внутренних дел. Это делает Общественная палата Одинцовского района. Он торговали там без лицензии, прошу заметить. У них лицензия закончилась. Вы упомянули, что бывают случаи, когда вас, в общем-то, в штыки воспринимают на месте. Ну, я так предполагаю, что это сотрудники ЧОПов там задействуются, охрана и так далее. А насколько я понимаю, законодательный момент, когда вы присутствуете на подобных рейдах, вы все еще пользуетесь, конечно же, любыми правами граждан Российской Федерации. То есть, просто так, да, условно, взять за шкирку и выбросить вас из магазина никто не имеет права, правильно? Безусловно. А так какие же в таком случае меры воздействия можно применять по отношению и к сотрудникам охранных предприятий, и к руководству? Ну, все зависит от того, насколько далеко зашли эти сотрудники. То есть, вот на одном из не последних рейдов, так скажем, в апреле месяце, дошло до того, что мне просто-напросто сломали нос. Была и такая ситуация. Сейчас, соответственно, на этого человека заведено уголовное дело. Это было не в Одинцово, правда, в Подольске, но доходит и до серьезных угроз здоровью. Не только словесных, иногда эмоции, скажем так, переполняют сотрудников магазина, сотрудников ЧОПа, которые охраняют данный магазин. И они впускают в ход руки. Но это бывает крайне редко, слава богу. Все цивилизовало. Получилось, что условно, скажем, человек, который начал руками размахивать, на него заведено уголовное дело. Все понятно. Что насчет руководства охранного предприятия? Что насчет непосредственно администратора? Но это был не охранник, он был даже не сотрудник магазина, это был знакомый сотрудник магазина. То есть, когда мы пришли, навели, так сказать, небольшой шухер, извините за такое выражение жаргонное, им очень не понравилось этим ребятам, что мы пришли в их магазин. Ребята были восточных национальностей, горячих кровей. И когда они нам в грубой форме высказывали, что мы должны уйти, мы им в спокойной форме отвечали, их еще больше разодоривало, и они позвали помощников. Я вас понял. Ну, получается, что эта ситуация частная. А условно, в целом, я так понимаю, что магазины обычно именно охрану задействуют, для того, чтобы как-то выпроведить незваных гостей и так далее. Но чаще всего не выпроваживают, а наоборот говорят спасибо. Охрана? Нет, не охрана. Администрация магазина. Администрация магазина говорит спасибо, ребята, мы не досмотрели, вы пришли. Молодцы. В Одинцовском районе и в Одинцово, в частности, с каждым рейдом, как я уже сказал, все спокойнее относится к общественникам, с большим дружелюбием. То есть даже в тех магазинах, где раньше позволяли себе выражаться бранно и нецензурно или, не дай бог, распускать руки, там уже, когда мы приходим, они понимают, ребята, чем это может им грозить, и просто улыбаются. То есть они уже не агрессируют на видеосъемку, которую мы имеем право вести. На фотоаппарат не лезут, не пытаются сломать камеру. А можно ли как-то озвучить по региону московскому, что у нас наиболее, скажем так, вызывает беспокойство у вас, у общественников хоккей? Конкретно регионы, на сегодняшний день районы московского региона самые проблемные в плане действительно некачественной или даже без лицензии продаваемой продукции? Ну, как правило, тут не столько отдаленность от Москвы, а отдаленность от районного центра. Если это район или городской округ, в котором есть сельские поселения, вот в сельских поселениях максимально плачевно, к сожалению. В самом городе более-менее, потому что есть контроль, а вот в сельских поселениях, если магазины торгуют, допустим, ночью в общем, если они открыты ночью, то с вероятностью процентов 60, что они продают алкоголь ночью. Скажите, а есть ли, допустим, вероятность, что, ну, допустим, житель наш Одинцовского конкретно района заприметил действительно торговую точку, но очень сомнительную, неважно, алкоголь это или какие-нибудь там арбузы прекрасно выглядящие, там, в мае месяце и так далее. Есть ли возможность оперативно сообщить об этом, ну, допустим, не в правоохранителям, и там, в систему 112, а общественникам, которые действительно оперативно предпримут меры? Конечно, есть. У нас есть телефон горячей линии общественной палаты Одинцовского района, также мы зарегистрированы в соцсетях практически во всех, есть сайт общественной палаты, куда можно обратиться жителям, поэтому, в принципе, любым способом люди могут... Также мы ведем постоянный прием населения. У нас существует, это наше, скажем, новшество, которое было только в нашем районе введено. Мы несколько раз в год проводим выездные совещания, выездные приемы жителей. Да, выездные приемы жителей. Мы распределили по членам общественной палаты администрации, за которыми они закреплены. И, соответственно, в определенный промежуток времени, оповещая людей посредством массовой информации, посредством объявлений, через администрации, соответственно, тоже, оповещаем людей о том, что такой выездный прием будет проводиться. И наши сотрудники принимают заявления, жалобы и так далее. Но это вы сейчас говорите в целом, как можно к вам обратиться, как до вас достучаться. А я имею в виду именно оперативно. Оперативно, еще раз повторю, что есть телефон, есть соцсети, есть электронная почта. А какие-нибудь были примеры, когда действительно вам сообщили, и вскоре действительно вы выехали на место с представителем правоохранительных служб, без них, неважно, и проблема была решена? Ну, простой пример, это вот Гарауки-бар, когда проводился рейд. Поступила информация, мы достаточно оперативно отреагировали. Также, не касающиеся именно этого, совсем недалее, как в четверг, поступило обращение жителей города Голицына, не касающиеся продажи алкогольной продукции, а также плохих товаров. Но люди обратились с просьбой построить или помочь в общении с властью для строительства торгового, прошу прощения, ФОКа, физкультурно-оздравительного комплекса. Физкультурно-оздравительного комплекса. И тир, и там многие спортивные площадки, на которых можно будет играть в народный волейбол, баскетбол, мини-футбол. Сейчас очень популярны виды спорта, пляжные виды спорта. Пляжный волейбол, пляжный футбол. Площадки какие-то организовать с песком, чтобы люди выходили и играли. Потому что раньше все это было. Чтобы все в одном месте, и дети, и взрослые могли бы заниматься спортом. Так как у нас на территории города стоит огромный институт федеральной пограничной службы, сейчас ФСБ. И большая часть населения, особенно в северной части города, это офицеры. Многие офицеры спецназа России, их дети проживают здесь. И также должны заниматься спортом. В принципе, по моей просьбе, при поддержке Александра Николаевича, также мы обратились к Ассоциации ветеранов группы А с просьбой поддержать нашу инициативу. Ну что же, вот такая ситуация в Голицыно сложилась. Мы сейчас вернемся к этой теме. Пока забыл совсем, давайте озвучу. Все-таки у нас недавно было обращение непосредственно к нам. Просили в общественную палату передать. Это житель города Одинцова. Валерий Павлович. Очень пожилой человек, который живет по адресу улицы Березова, дом 2. Валерий Павлович жаловался. Жаловался прям очень серьезно. У них там, насколько я понимаю, пардон, просто раздолбана в хлам входная группа в подъезд. То есть там абсолютное отсутствие ступенек, малейшего намека на какие-то там пандусы для инвалидов и так далее. Валерий Павлович озвучивал, что у них в этом доме живет пожилых людей немеренно. Люди с колясками, одинокие старики и так далее, которые банально просто не могут выйти из своего дома, им там, разве что в окно, я не знаю, с первого этажа спускаться по лестнице, потому что это и то, видимо, будет более презентабельно, чем то, что там имеется. Насколько я понимаю, это вопрос к жилищно-коммунальному хозяйству и, соответственно, комиссии. Комиссии по ЖКХ, да. Я тогда, наверное, вас попрошу, Италий Олегович, вы, пожалуйста, передадите в общественную палату именно в эту комиссию ЖКХ. Возьмем контакт этого человека и передадим обращение в комиссию по ЖКХ. Хорошо. Ну, тогда давайте вернемся к нашей теме. Вы только что про Голицынский фок говорили. Действительно, ситуация любопытная. Голицын, поселение немаленькое, что вы точно. Насколько там действительно солидна эта проблема? Насколько она вообще давно появилась? Почему они так вот особо громко не было, широко распространено? Значит, в данный момент на территории города Голицына после последней переписи проживает где-то порядка 18 тысяч человек. Значит, и нет ни одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Соответственно, нет ни бассейна, ни крытых хоккейных площадок. И тем более нет спортивных залов, соответствующих муниципальных. Существует единственный на данный момент спортивный зал, который, он ведомственный, и принадлежит Голицынскому керамическому заводу. Соответственно, жители обратились к нам. И с учетом того, что теперь новый глава города Голицына, мы обратились к нему, как представители общественности, с просьбой поддержать эту инициативу. Инициативу о входе города Голицына в программу по строительству культурно-оздоровительных комплексов, в программу губернатора Московской области. Соответственно, в понедельник мы провели выездное совещание, на котором присутствовал глава города Александр Николаевич Дудоров, руководитель администрации Татьяна Николаевна Медведева, Захар Юрьевич Иванов, представитель общественной палаты, жители города и я, соответственно. Александр Николаевич рассказал о планах и перспективах строительства в данный момент в городе Голицына в культурно-оздоровительных комплексах. В принципе, сейчас администрация довольно плотно взялась за решение этой проблемы. Уже изысканы некоторые площадки, на которых возможно строительство данного культурно-оздоровительного комплекса. И сейчас пытаются решить вопрос с финансированием. Я так понимаю, что Ваша комиссия как раз-таки не просто так была привлечена к этому вопросу. Тут вопрос, я так понимаю, в инвестициях основной. Отчасти, да. А есть ли на данный момент уже какие-то спадышки? В данный момент мы пытаемся найти, помочь администрации найти соинвесторов, которые могли бы частично профинансировать строительство данного комплекса. Пока есть некоторые желающие, ведутся переговоры. Скажите, почему данная проблема уже некоторое время висела в воздухе? И, как я заметил, особого шумихи вокруг этой ситуации не было, хотя если там действительно не было ни одного ФОКа за все эти годы, вероятно, местные жители этим, конечно же, не вчера озадачились. Сложности были в поиске средств или не могли инициативную группу сколотить? В чем проблема? Ну, начнем с того, что не было такой программы губернаторской по софинансированию строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и развитию спорта в целом на территории Московской области. Также были обращения граждан ранее. На данный момент построена хоккейная площадка, которая функционирует и летом, и зимой. Значит, летом дети играют, играют в футбол, устраиваются спортивные праздники на этой хоккейной площадке в районе дома 60 по улице Советская. Это такие коробки, да? Это коробка, да, построена по всем правилам. Зимой за счет администрации она заливается, установлено освещение, соответственно, ночное. Вот, стоит раздевалка и малые спортивные формы антивандальные установлены, соответственно, рядом с этой хоккейной площадкой. На данный момент также администрация города, где возможно, устанавливает такие же антивандальные спортивные сооружения по территории всего города. Вот, но все-таки этого мало для тренировок, допустим, детей, либо взрослого поколения, уже непосредственно занятия серьезным видом спорта, такими, как, допустим, мини-футбол, та же стрельба, карате, тэквондо. Достаточно много различных футбола. Ну, причем, насколько я могу судить, действительно, близость Голицынского погранинститута, тот факт, что там живет довольно много сотрудников спецслужб, семей, детей, я могу предположить, что там очень хорошие, теоретически, может быть, кузни кадров в спортивной именно дисциплине. Да, конечно. Тем не менее, хотелось бы уточнить, дважды вы упомянули антивандальные спортивные снаряды, если я правильно понимаю. А что это такое? Ну, показать, к сожалению, мы сейчас не можем. Понимаю. Могу объяснить, пожалуйста. Значит, это спортивные тренажеры, которые сделаны таким образом, что как можно... Ну, достаточно крепкие, которые, в принципе, разломать... А игрушки, прибитые к полу. Достаточно сложно. Я вас понял. Любопытно узнать, есть ли на сегодняшний момент какие-то, действительно, договоренности с местными властями. Я так понимаю, судя по тому, что там присутствовали и Медведевы, и Дудоров, вы с ними взаимодействуете довольно плотно. Довольно плотно, да. А их позиция, можно ли, в двух словах? Ну, Александр Николаевич Дудоров, он, как только его избрали, он очень серьезно озадачился проблемой развития спорта на территории города Голицыно. И, соответственно, он своими силами пытался найти инвесторов. И сейчас, уже на данный момент была проведена достаточно крупная работа по поиску площадок, где возможно строительство данного физкультурного комплекса. Вот. И такие площадки существуют, они найдены. Следующим этапом было найти средства, которые бы позволили построить этот скультурно-оздоровительный комплекс. Также я знаю, что были проведены переговоры главой города с инвесторами, но все равно средств не хватает. Вот. Поэтому сейчас общественность обратилась к главе с начала города и в общественную палату Одинцовского района, Одинцовского муниципального района, значит, с просьбой посодействовать в включении города Голицыно в губернатскую программу. Ну, я так понимаю, раз имеются уже какие-то подсчеты, хватает средств или нет, какие территории там земельные необходимы, я так понимаю, что существует уже план непосредственный каких-то этих фокусов, правильно? Да, существует план развития города Голицыно, но я думаю, об этом расскажет лучше сам глава. Вот. Том интервью, который он давал ранее... Ну, я имею в виду, что планы уже достаточно оформлены, то есть это пока не пустые разговоры ни о чем, судя по тому, что есть план, значит, дело уже сдынуло с мертвой точки, правильно? Конечно, да. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Сегодня мы говорим о работе комиссии, которая занимается преимущественно промышленностью, предпринимательством, инновациями, а также мы говорим о качестве товаров и услуг в Одинцовском районе. Звоните, напомню, 508-86-84. Кроме того, любые ваши заявления, даже не относящиеся к теме сегодняшней передачи, будут восприняты нами как официальное заявление. В общественную палату Одинцовского района. Звоните. Мы пока давайте продолжим. Виталий Олегович, наверное, все-таки к вам вопрос, в первую очередь, по поводу работы вашей комиссии. Довольно широкий спектр вопросов у нас у вас и долгостроя нашего Одинцовского района, и привлечения инвесторов и так далее. А по каким вообще в основном вопросам к вам в общественную палату, именно вашу комиссию обращаются? Как вы правильно сказали, достаточно широкий спектр обращений жителей. Начиная действительно от долгостроев, мы ведем достаточно плотную работу с обманутыми дольщиками. Также к нам обращаются предприниматели с просьбой, допустим, разъяснить, каким образом сейчас построена работа по получению разрешения на рекламные конструкции. Мы, соответственно, разъясняем данным предпринимателям, каким образом надо делать, и перенаправляем их в отдел соответствующей администрации. Также ведется работа с обращением не только юридических лиц, но и физических лиц с жалобами, как мы уже говорили ранее, на плохое качество товаров и услуг, на незаконную продажу алкоголя, на несанкционированную продажу различных продуктов питания, в том числе вот эти пресловутые истории с бабушками. Потому что некоторые жители жалуются на то, что они не уверены в качестве тех продуктов, которые продаются в несанкционированных местах. Соответственно, те же самые бабушки, которые пытаются продать свои продукты, выращенные непосредственно в своих грядках, также обращаются в общественную палату, такое тоже было неоднократно. Мы, соответственно, разъясняем им, каким образом и где можно осуществлять эту торговлю, и каким образом можно получить то же самое разрешение на продажу продуктов, которые произведены на собственных присутствующих участников. То есть преимущественно это консультационная поддержка действующим предпринимателям, а также людям, которые задумываются о том, вообще заниматься ли предпринимательством, правильно? Как один из видов реакции на обращение. Но также не только консультации, но еще и непосредственно помощь, выезды, такие рейды мы проводим регулярно, как мы уже говорили ранее, по выявлению некачественной продукции, по мониторингу цен в аптеках, мы это тоже делали, значит, мониторинг цен на продукты питания из потребительской корзины, для того, чтобы иметь представление, каким образом складывается ситуация в данный момент в Одинцовском районе, именно в сфере торговли. Если мы поподробнее затронем тему вот этих как раз-таки бабушек и так далее, я так понимаю, что вообще-то подобная деятельность незаконно, правильно? За редким исключением. За редким исключением. Вот можно ли уточнить данный вопрос? Я прекрасно понимаю, почему теоретически какая-нибудь Софья Ивановна, где-нибудь в Звениграде живущая, приезжающая в Одинцово или в Москву поторговать, в принципе, делать этого не должна, потому что отсутствует контроль качества и многие-многие другие моменты. Налоговая сфера, опять же, здесь страдает. Но, с другой стороны, вот чисто если выходить за мертвую букву закона, ведь в обществе, я думаю, отсутствует какое-то резко негативное отношение к подобным людям. В конечном счете, это своего рода фермерство, и те же бабушки в современном мире выживают с большим трудом. Им сложно составлять документы, которые помогут им зарегистрировать, предположим, индивидуального предпринимателя. Им сложно какие-то проходить и находить главные инстанции, которые помогут им оценить качество их продукции, и выдадут им эту писульку, с которой им придется бегать где-то и так далее. Вот, тем не менее, их продукция, она ведь имеет спрос. Ведь многие люди, причем даже люди состоятельные, вполне запросто могут приобрести какой-нибудь там, не знаю, огурчик банально, да, просто проезжая рядом с ним, случайно его увидев. Почему нет? Мы сейчас эту тему продолжим, справа примем звоночек от нашего телезрителя. Хорошо? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, моя фамилия Пикачёв Василий Николаевич, приниматель. Скажите, пожалуйста, как работает наш кадастрополата? Кто-нибудь ее контролирует или нет? Я в сентябре месяца не могу произвести размежевание земельного участка. Постоянная переостановка кадастрополата. Пытался прибыть к ним на прием. Я записался в четверг на прием. Был 502-м. Скажите, пожалуйста, могу ли я когда-то попасть руководителю? Спасибо огромное за звонок. Виталий Олегович, думаю, к вам вопрос, в первую очередь, как к зампреду соответствующей комиссии. Что скажете? Могу ответить таким образом, что существуют приемные дни. Не обязательно записываться в приемную непосредственно Московской области. Достаточно обратиться в приемную руководителя филиала отдела кадастрополаты по Одинцовскому району. Он находится там же, на агрохимиков. Что касается приостановок. В каждой приостановке достаточно грамотно разъясняется причина приостановки, либо отказа по установке на кадастровый учет. Соответственно, если вы обращаетесь к кадастровому инженеру для сбора межевого плана, для постановки на кадастровый учет земельного участка, соответственно, этот же кадастровый инженер и должен исправлять эту ошибку. Если же вы ставите на кадастровый учет земельный участок как ранее учтенный земельный участок без формирования межевого плана, здесь нужно просто разобраться и посмотреть, какое было основание для отказа от постановки на кадастровый учет. — Мы передадим вам контактные данные этого человека, телефон, вы в крайнем случае с ним на месте уже разберетесь. — У нас, к сожалению, так много времени осталось. Давайте вернемся к вопросу, который я успел задать. Итак, бабушке, в двух словах, бабушкам, по мнению многих людей, в общем-то, не стоит запрещать торговать этими их огурчиками. Бабушке в конечном счете какую-то денежку сделают, да и огурчики иногда, чего уж душой кривить, вкусные получаются. Все-таки можно ли как-то законодательно данный вопрос урегулировать, чтобы все-таки люди старшего поколения, да и просто фермеры простые, могли бы как-то действительно муниципально, легально торговать? — Безусловно, можно. Торговля, вся торговля должна быть легальной. Все бабушки, вся их продукция должна проходить определенный контроль. Вопрос в том, что они не знают, как сделать так, чтобы их торговля стала легальной. У нас во многих муниципальных образованиях Московской области предоставляются места на рынках, на ярмарках выходного дня таким бабушкам. К сожалению, пока недостаточно таких мер, но, я думаю, в период санкций продукция бабушек пользуется особым спросом. И правительство Российской Федерации, в том числе и Московской области, будет предпринимать все меры к тому, чтобы упростить и бабушкам, и фермерам, которые покрупнее, доступ к рынку. Но бабушке бабушкам рознь. — Ну что же, я вас понял. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Довольно важные вопросы мы с вами рассмотрели. И я будем надеяться, что в следующий раз, когда будем с вами беседовать, уже все-таки вопросов станет и поменьше. И с дольщиками обманутыми, и с бабушками, которым негде торговать, и со всем прочим. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о промышленности, предпринимательстве, о качестве товаров и услуг. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинзовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю.